Общее сведение. Менингомиоцелили спинобифидосистика – это одна из форм спинального дизрофизма, которая проявляется выходом тканей спинного мозга за пределы позвоночного канала через костный дефект дужек. Впервые патология была описана в 1641 году Н. Тульпиусом. Распространенность составляет 5-20 на 10 тысяч новорожденных. Является тяжелым заболеванием, которое вызывает серьезные неврологические нарушения и в некоторых случаях приводит к полному обездвиживанию больного. Применингомиоцелили грыжевой мешок содержит оболочки спинного мозга, спинномозговую жидкость и корешки спинальных нервов. Чаще заболевание наблюдается при беременности матери возрасте после 35 лет. В 6-8% случаев прослеживается наследственная склонность, что свидетельствует о генетическом характере патологии. При адекватном своевременном лечении прогноз относительно благоприятный. Менингомиоцели Причина менингомиоцели Менингомиоцели развивается при наличии одного или нескольких факторов риска со стороны матери. Прием фармакологических средств оральные Контрацептивы препараты из групп салицилатов, вольпроэтов, амфетаминов, употребление алкогольных напитков, табачных изделий, наркотиков, других тератогенных веществ, недостаточность микроэлементов и питательных веществ, в частности ZNF и фолиевая кислота в рационе. Беременные, TORCH инфекции, чаще всего, вирусы, краснухи, гриппа и парагриппа. Также патология может иметь наследственный характер. Установлен аутосомный рецессивный механизм передачи заболевания, однако в 90-95% случаев семейный анамнез не оттягощен. Нервная трубка образуется из нервной пластинки на 19-20 день гестации. В нормальных условиях ее анатомическое закрытие происходит на 22-24 сутки, в результате чего остаются только верхние и нижние отверстия. Существует закономерность, чем позднее развивается менингами и оцели, тем ниже его локализация. Патоген с менингами и оцели досконально не изучен. На данный момент в педиатрии существуют три основных теории, объясняющих механизм развития данной патологии. Первая – это патология закрытия нервной трубки или теория Риклингхаузена. Она объясняет развитие спинального дезрофизма дефектом нейроэктодермы, возникающего в периоде раннего антогенеза, на 25-30 день после оплодотворения. Вторая – гидродинамическая или теория Моргане. Ее суть заключается в повышении давления внутри спинномозгового канала в альтриместре беременности. Повышение давления провоцирует выпирание оболочек с последующим формированием костного дефекта и грыжи. Косвенным подтверждением данной теории является сопутствующая гидроцефалия в 90% случаев заболевания. Третья теория объясняет развитие менингами и оцели нарушением темпа роста тканей спинномозгового канала. При этом скорость дифференциации костных тканей позвоночного столба отстоит или опережает развитие нервной трубки, из-за чего формируется дефект позвоночного столба. Симптомы менингами и оцели Клинические проявления менингами и оцели наблюдаются уже с момента рождения ребенка. Основной признак – наличие характерного мешка, который является собой грыжеобразное выпячивание спинного мозга на спине ребенка. В некоторых случаях данное образование покрыто тонким шаром эпидермиса, но зачастую в дефекте позвоночного столба визуализируется непосредственно оболочки спинномозгового канала и нервные корешки. Наиболее характерная локализация – поясничный или крестцовый отдел. Примерно у половины новорожденных с изолированной формой изменения общего состояния изначально не возникает, однако с возрастом всех детей появляются неврологические нарушения. Степень поражения напрямую зависит от уровня спинного мозга, на котором сформировалась грыжа. При развитии менингами и оцели ниже четырехпоперечного сегмента L4 наблюдается нарушение нервации мочевого пузыря, реже – терминальных отделов кишечного тракта. Типичное проявление – недержание мочи. В более тяжелых случаях помимо тазовой дисфункции развиваются расстройства чувствительности и моторной функции нижних конечностей по типу парапореза. При локализации грыжевого выпячивания выше уровня трипоперечного сегмента L3 возникает полная параплегия, приводящая к тотальному обездвиживанию ног. Менингами и оцели зачастую сочетаются с гидроцефалией и мальформацией Арнольда Киарии двух типа с характерными для них клиническими проявлениями, увеличением размеров головы, рвотой, бессонницей, конвульсиями, атаксией, нарушением акта глотания, головными болями в области затылка, задержкой психофизического развития и т.д. Значительно реже в виде осложнения возникает эпилепсия. Начиная с 12-месячного возраста часто наблюдается задержка в физическом развитии, набор излишней массы тела и деформация нижних конечностей. Ожирение в основном связано с малоподвижным или неподвижным образом жизни, а деформация с отсутствием осевой нагрузки на ноги и отсутствием сопротивления для внутренних групп мышц стопы. На фоне дисфункции мочевого пузыря учащается пузырно-мочеточниковый рефлюкс, увеличивается вероятность развития инфекционных заболеваний мочевой системы, что может привести к почечной недостаточности. Диагностика менинга-мелоцели Диагностика менинга-мелоцели базируется на сборе анамнистических данных проведения физикального обследования, использовании лабораторных инструментальных методов исследования. При сборе анамнезопедиатор может установить факторы риска заболевания или возможную теологию. Физикальное исследование заключается в непосредственном осмотре грыжевого выпячивания, определении уровня поражения и выявлении симптомов сопутствующих патологий. В общих лабораторных тестах ААК-ААМ при изолированной форме менинга-мелоцели отклонения от нормы не выявляются. При наличии в анамнезе данных, указывающих на возможную теологию, могут использоваться специфические анализы, определения концентрации фолиевой кислоты, железа, цинка, плазмикрови, ПСР или фановозбудителей ТОРСН-инфекций. Для уточнения уровня поражения спинного мозга и размера дефекта применяются методы нейровизуализации, компьютерная и магниторезонансная томография. Также данное исследование позволяет выявить сопутствующие аномалии строения ЦНС, гидроцефалию, мальформацию Арнольда Киари и другие. Дифференциальная диагностика менинга-мелоцели проводится с другой формой расщепления позвоночника – менингоцели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова